Будьте добры, сойдем с трамвая. Надо, когда уже входите, уже быть в маске. На первую пару в университет этот молодой человек сегодня опоздал. Кириллу Пескаеву всего лишь нужно было надеть маску при входе в трамвай. Но из кармана своей куртки он достал ее поздно. Был красный светофор, почти красный. У меня осталось 5 секунд, чтобы сесть в трамвай. Я добежал, вошел. Пока достал кошелек, пока я оплатил, пока сел. Мне даже я не успел маску надеть, понимаете? Я вам объясню, почему я не успел. Это дыхание, а именно маска в данный момент. Это как минимум просто. Это надо соблюдать. В следующий раз я буду более осторожен, хорошо? Аргументы студента полицейских не тронули. На молодого человека был составлен административный протокол, штрафные санкции по которому определят в суде. Начиная с 1 октября этого года на жителей Самары составили 70 административных материалов. Ежедневные рейды на пассажирском транспорте в утренние и вечерние часы пик проводятся совместно с сотрудниками Департамента транспорта администрации Самары, компаниями-перевозчиками, дежурными городского штаба ДНД и полицейскими. По наблюдению ревизоров, благодаря постоянным проверкам, большинство пассажиров ведут себя дисциплинированно, стараются не нарушать закон и использовать средства индивидуальной защиты. Раньше мы выявляли больше людей без маски, сейчас подходит транспорт, мы видим, что пассажиры все уже сознательные, все сидят в ней. В метрополитене чуть попроще эта ситуация, там режим турникетный, то есть прям подходит человек на станцию, если у него маски нет, его просто не допускают в метрополитен. Ежедневными проверками охвачены все виды пассажирского транспорта. Автобусы, включая маршрутки, а также трамваи, троллейбусы и метрополитен. Организаторы и участники рейдов следят и за экипировкой сотрудников транспортных предприятий, работающих на линиях. Контролируют, чтобы маски и другие защитные средства были надеты. Особое внимание сейчас уделяют и системам отопления, проверяют уплотнители и аккумуляторные батареи. В ходе рейдов работают сообща, вне зависимости от того, к какой транспортной компании относятся. Мы заходим в трамвай, наши коллеги заходят в автобус и все проверяют. У нас у всех единая задача, чтобы все пассажиры и наш личный состав соблюдали требования. Рейды по соблюдению масочного режима на транспорте идут в ежедневном режиме, в будние и выходные дни. За эту осень из наземного общественного транспорта пришлось высадить 759 нарушителей. К поездкам в метро не допустили 7754 человека. Самарцам очередной раз напоминают, приготовить маски необходимо заблаговременно, еще при входе в пассажирский салон. В противном случае нарушителям грозят административные протоколы, как следствие штрафы от 1000 до 30 тысяч рублей. Ольга Павлова, Константин Головин, События.